Мощинки вокруг глаз, отечность, мешки под глазами, нависшая века, сколько всех проблем есть и связано с областью вокруг глаз. Меня зовут Натали Лебурле, я эксперт в сфере красоты и молодости и сегодня я дам комплекс работы с этой нежной частью нашего прекрасного лица. Прежде чем мы приступим к массажу, подпишитесь на мой канал, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. И тех, кто готов забрать эти инструменты, этот массаж в свою ежедневную практику, приглашаю на свое обучение, на свой курс. Вы можете перейти по ссылке под этим видео и записаться на мой курс или фокус-группу. И мы приступаем к массажу. Наше лицо очищено, мы нанесли средство, по которому будем делать массаж. И сначала мы подготовим наше лицо, мы уже сделали движение на шею, сделали поглаживание и приступаем к области глаз. Вот такие вот движения у нас круговые будут. Внимание, ваши руки должны легко скользить по вашей коже. Это самое главное условие, чтобы не смещать кожу, не смещать мышцы. Внимание, как мы выстраиваем пальчики. Одна рука идет как будто бы немножко наискосок, потому что все направление мы задаем движением наших пальцев. И куда мы хотим, чтобы стремилось наше лицо, туда мы и ведем. То есть здесь будет немножко наискосок по разрезу глаз. Понятно. Вторая рука будет совершать движение чуть-чуть наверх, как бы приоткрывая глаз. И вот эту вот складочку, чтобы она разглаживала морщинку. То есть одна рука будет по диагонали, другая рука будет чуть-чуть вверх. Теперь как будто бы раскрываем морщинку, которая собирается у нас во внешнем уголке глаза. Движение одновременное. И мы ее разглаживаем. Далее идут поглаживания. Вообще в этой области поглаживание это будет очень хорошее движение. Работаем с лимфой и совершим вот такие движения. Одна рука будет работать по нижнему веку, другая рука по верхнему. Следите, чтобы скольжения были поверхностные без нажатия. Идем к лимфоузлу, который находится над ушком. И потом будем сливать по краю лица, вниз, по шее. Хорошо, давайте повторим. Поглаживание верхнее, нижнее века. Очень аккуратно, хорошо. Здесь даже можно замедлиться. Чем медленнее вы двигаетесь, тем быстрее уходит отек. Чем интенсивнее вы нажимаете и быстрее ведете, тем вы можете больше спровоцировать отек на вашем лице. Поэтому не торопитесь, уделите себе время. Поднимаем бровь. Тоже опять же такими движениями. Здесь можно уже поднажать, потому что мышца оба у нас очень сильная. Она все время стремится собраться в гармошку и мы ее разглаживаем. Очень приятные движения, которые снимают стресс. Вообще любой массаж, он нас успокаивает. Он делает нас такими обворожительными, загадочными. И давайте сейчас поработаем над задней поверхностью шеи, потому что такие движения, которые мы совершали, они напрягали нашу шею и ей нужно обязательно немножко уделить внимание. Здесь я прямо беру мышцу и ее как бы сдавливаю, выдавливаю ее. То есть интенсивное такое движение, круговые движения пальчиками. И я углубляюсь прямо в мышцу, стремясь ее расслабить. И опять же такие вот движения проглаживаем хорошо. Шею с этой стороны. Замечательно. Погладили. Теперь мы соединяем вместе все лицо. Вернитесь обратно к началу видео, повторите весь массаж на другую сторону и потом соедините левую и правую сторону вот такими помпажными движениями. Это движение помпажное очень хорошее. Его можно делать даже без масла, без массажного средства, потому что мы здесь не смещаем кожу. Здесь идет только помпаж. Тоже хорошо убирает все отеки и работает с нашим лицом. Я с вами прощаюсь. И пожалуйста, поставьте лайк, ведь это бесплатный эквивалент слова спасибо, а меня это мотивирует на создание следующих роликов. Всем пока!